Здравствуйте! В ближайшее время, а именно 11 ноября, в Русском Академическом Драматическом Театре нашего замечательного города состоится премьера. Премьера пьесы, которая так называется достаточно жестко, прямо скажем, «Страсть». И эта пьеса будет поставлена автором. Я правильно говорю? Абсолютно. Редчайший случай, когда и автор пьесы, и режиссер в одном лице. По-моему, в истории редко встречаются подобные вещи. Ну, были Шекспир, Мольер... Вот Галин, кстати... Очень хорошая параллель, прямо скажем. И тут мы начинаем представлять наших гостей. Нет, ни Мольера, ни Шекспира у меня в гостях. У меня в гостях директор Одесского Академического Русского Драматического Театра Александра Евгеньевича Пайгора, которого знает вся Одесса и представлять не нужен. А вот второго моего гостя, наверное, представить надо. Это замечательный драматург, действительно замечательный драматург. Ну, а теперь уже режиссер, может быть, одного спектакля, может быть, нескольких, два, двух. Семен Исаакович Злотников. Семен Исаакович Злотников ныне живет в Израиле, насколько я понял. В Иерусалиме. В Иерусалиме. В центре мира практически. На вершине мира. Да, на вершине мира. И приехал сюда для того, чтобы поставить свой пьесу. Но не только поэтому, а и потому, и тут я поставлю многоточие. И сразу спрошу у Иерусалима Евгеньевича, который отличается такими неординарными идеями. Откуда эта идея? Ну, я точно могу сказать, из Иерусалима. Да. Это я уже определил. Это же вы поняли. Вот. Идея действительно была от Семена Исааковича. Это действительно было... Ну, он не предполагал, что мы именно возьмем эту пьесу. Он предполагал, у него есть другие какие-то. А вот что-то запало, что-то уселось плотно так в голове. И был очень важный момент сам по себе. Ведь практически этот материал, эту пьесу взяли в работу для... И пусть на меня не обижается моя. Одна тоже очень хорошая актриса, которой фамилия Светлана Горчинская. Она играет вторую роль. Но это была пьеса взята для Олега Львовича Школьника, которому исполнилось уже 60 лет. И вот 11 числа вся прогрессивная общественность будет праздновать его юбилей. Олега Львовича Школьника. Я, честно говоря, не думал, что ему 60. Я думал, что ему больше. Хорошо выглядело. Да. Но, слава Богу, во-первых, что действительно мы можем отметить юбилей этого замечательного актера. Одного из основных актеров нашего города. Я не говорю страны. Но, наверное, если я сказал бы страны, то тоже не покрывил бы противистину. У нас есть сюжет. Сюжет с одной из репетиций, последних репетиций перед премьерами. Он снят буквально вчера. И я попрошу его показать. Затем мы продолжим разговор и программу с автором пьесы. Одесский русский драматический театр порадует горожан очередной премьерой. Спектакль «Страсть». Иллюзия в двух актах. Пьеса приурочена к 60-летию народного артиста Украины Олега Школьника. Режиссер-постановщик и автор пьесы Семен Злотников признается, что главной задачей для него было раскрыть новые грани актеров, которые еще не видели зрители. Открыть школьника, потому что я считаю, что он очень большой артист, конечно. И открыть его, несмотря на это, он таких ролей не играл, я уверен в этом. Открыть его, вот какую-то вот другую, другую ипостась. Вот это, да, да. Это вот, это не человек, который там, я не знаю, не персонаж Бабеля, не персонаж там Привоза, не персонаж там… Нет, это не значит, что другие не глубокие, они просто другая. Она другая, это какие-то нежные струнные души, тонкие струны, которых мы часто не слышим. Спектакль рассказывает историю жизни художника, который, собственно, историю мальчика, который рос один, со своими проблемами. Дожив до преклонных лет, он встречает женщину. И вот с этого момента и начинается история, которую зритель увидит в премьерном спектакле. Героиня довольно сложный человек, хотя, с другой стороны, с обыкновенными житейскими обстоятельствами. То есть, ну, вот простой человек, которого вы могли бы встретить. Зовут ее Мария. Ну, это тоже символично, а почему символично? Это должно, ну, мы надеемся, что будет, точно будет понятно в спектакле, после просмотра спектакля. Вот, работа сложная, работа трудная. Это, наверное, первый мой опыт работы в спектакле на двоих. То есть, так, чтобы не было много персонажей, а были только двое. По словам Олега Школьника, главная задача актера – это искренне и убедительно передавать судьбу своего героя. Понять его. Заставить зрителя сопереживать вместе с актером и режиссером. Эта пьеса меня очень зацепила, и я думаю, что она очень современная и очень важная, и серьезная, и затрагивает очень острые вопросы. И для меня она тоже чрезвычайно, она очень личностная. Понимаете, там есть такая фраза, которая меня просто потрясла над своей простотой, и от этого, видимо, невероятной глубиной. Звучит так. Я вдруг однажды понял, что у меня кроме памяти ничего не осталось. Вся твоя жизнь – это то, что ты помнишь, не больше и не меньше. А то, чего позабыл, того вроде бы и не было, как будто толком и не жил. Три года назад Олег Школьник играл моноспектакль «Божьи дела», режиссером которого был его хороший друг Семен Злотников. И уже этой осенью решили повторить совместную работу в новом спектакле. Премьера состоится 11 ноября в Русском драматическом театре в юбилейне для Олега Школьника день. Ну вот, вы увидели сюжет о спектакле, премьера которого состоится 11 ноября в Одесском русском драматическом театре. Ну а теперь, Семен Исаевич, ваш выход. Я понимаю, что, во-первых, это вторая пьеса, которая состоит, насколько я понимаю, в вашем театре. Во-вторых, это вторая режиссерская работа. Очень трудно работать с выдающимися актерами. Выдающиеся актеры, как правило, себя считают режиссером. Поэтому вот о том, как вам работается. Или у вас со школьником уже такой дуэт, который трудно чем-то нарушить? Вы знаете, талантливый человек, он тоже диктует много, но мне кажется, что с талантливым все-таки интереснее работать. Потому что много встречных предложений, и в результате образуется вот этот бульон, который дорогого стоит. А он, конечно, человек, который генерирует идеи, который каждый день на новую репетицию является с новыми предложениями. Ну, иногда это да, иногда это нет, иногда это затягивает процесс. Вот, например, сегодня, я уже сказал, ребята, пять дней до премьеры предложений больше не принимают. Да, естественно, совершенно. Да, потому что это уже отвлекает. Все вперед. Да, да. Понятно. И тогда, когда выясняется, что пьеса, которую вы написали, я вас спросил до передачи, и я прошу вас сейчас объяснить, почему вы называли ее «Страсть» пьесу, которая по-другому совершенно называлась раньше. Ну, вы знаете, она, я сразу скажу, она называлась «Инцест», хотя к «Инцесту» как таковому она имела мало отношений, потому что там не происходит инцеста. Там история очень чистая, очень простая, хоть сразу скажу, что это не комедия, что эта пьеса нигде не ставилась. Это новая фактически пьеса, и школьник, и одесский театр, мне кажется, что и для меня это почтенно, что первая постановка вот в таком театре будет, и в Одессе. Город немаловажный. И такой артист, и такая актриса. Вот. Вот как бы все сходится. Но, знаете, как, скажем, если бы речь шла «Пришел мужчина к женщине» или там какие-то другие пьесы, которые уже имеют длинную историю, то я бы сказал, что «А сегодня все во мне вибрирует, невероятное волнение, потому что я не знаю». Это та пьеса, которую я уже как человек 40 лет в театре, я понимаю, что тут можно либо высоко взлететь, либо очень больно упасть. Я заранее просто говорю об этом в открытую. Вот. Но я считаю, что в искусстве очень опасно и очень больно, но это бывает. Падение тоже необходимо для того, чтобы подняться, собрать кости и поползти дальше. Вот. Я знаю, что вы в прошлом были даже спортивным журналистом. Был. Был, да. Я работал в газете «Физкультурник Узбекистана». Когда я это произношу, идет смех обычно. Нет, мы смеяться не будем, потому что... Спортивная газета в Ташкенте была. Я три года честно отдал этой профессии. Не имея отношения к спорту, или вы имели отношения? Нет, я имел отношения к спорту. Я был таким спортсменом с определенным таким стажем. Понятно. Вот. Я очень любил спорт, но с тех пор, поработав три года в спортивной газете, я больше с тех пор... Это мне было... Я ушел оттуда. Мне было 26 лет, по-моему. Я с тех пор не был ни на одном спортивном состязании. Потому что я наелся спорта. То есть, называется, возлюбил спорт. Да. Последний вопрос, который меня интересует, как... Ну, будем так говорить, как обыватель. У вас очень большое количество пьес. Много написали. Вы очень плодовитый драматург. Но у меня еще три прозаических романа. У вас есть романы. У вас есть кинофильмы. Кинофильмы есть. Телевизионные фильмы. Телевизионные фильмы. И такие на Ленфине. Вы одновременно пишете несколько пьес? Да. Вот сейчас я пишу три пьесы одновременно. Это правда. Но я 10 лет вообще не писал пьес. Я писал прозу. Чем это было сразу? Последние 10 лет. А вы знаете, это связано с творчеством. Потому что драматургия театром предполагает. Знаете, это театральная коробка. Я понимаю, что актеры ходят по сцене. Зритель. И тут не улетишь. А впрозе можно полетать. Понятно. Понятно. Это, пожалуй, полетать – это здорово. Это здорово. Я думаю, что полетать в любом возрасте. Ну, в молодом – это понятно. А в любом возрасте – это просто замечательно. Но в нашем вообще летать. Да, это изумительно. Александр Георгиевич, ну и как вы готовитесь к юбилею ведущего актера вашего театра? Ну как? Кроме спектакля. Будет торжественная часть награждения. Хотел сострить. Сострить, если хочется. Ну и, естественно, мы разослали приглашение всем нашим руководителям. Пока на сегодняшний момент. Чиновникам вы имеете в виду? Чиновникам, да. Понятно. Да, да. Пока на сегодняшний момент отликнулся один. Не буду говорить то, чтобы на него. Неважно. Ну, пока одни. Это когда-то секретари райкомов, горкомов и обкомов обязаны были прийти на юбилей ведущего актера. Иначе их очень порицало начальство. По идеологии – это обязательно. А первые – это так. Захотел – пришел. Ну да. А идеология – это их идеология. Это их работа была. Сегодня, к сожалению, все сместилось в этой жизни, поэтому не будем говорить о… Покрывать все, да. Да. Ну, в принципе, пока это. Надеемся как, что пройдет спектакль. Блин, начало спектакля – никакие здравствуйте. Это будет целая декада школьника. Месяц школьника. Ну, спектакль-то премьера, как правило, ну, один спектакль. Но примерных – три спектакля, пять спектакля. Нет, вообще, примерных – десять, чтобы… Даже десять. Их десять. Ну, это уже коммерческая… Не-не-не, это еще осталось в той жизни, когда ты был в Комсомоле, а я в партии. Понятно. Старший товарищ. Вот. Короче говоря, это из той жизни. Это действительно десять премьер. И эти весь будущий сезон, весь нынешний сезон, это будет идти под, будем говорить, под вот этим вот лозунгом премьера. По окончании будут приветствовать, кто захочет, мы собираем, нам уже поступают заявки. Кто придет, кто будет поздравлять, кто будет просто… Я же не просто так спросил. Я спросил для того, чтобы те люди, которые хотят поздравить Олега Львовича, школьника, могли прийти 11 числа и поздравить. Это не значит, что надо выступать со сцены. Это значит просто прийти с букетом цветов или что-то еще памятное и поздравить человека, который… ну, которому любят. Любят. Чего греха-то? Все довольно просто. Все равно любят, да. Это все будет по окончании. И по-настоящему сценарий этого добра выстроится именно за день-за два. Потому что на сегодняшний момент говорить, кто пришел, пришел ли мужчина к женщине, ушел ли мужчина к женщине, что, как, это уже по пьесе его и так далее, и так далее. Это все совсем другое. Вы знаете, я с Божьими делами, мы проехали по всему Израилю и были в Соединенных Штатах. И кроме того, и поработав, и повидав его на сцене, и со мной многие согласны, замечательные режиссеры. Я, правда, в Москве мы не были, но я видео показывал, ну, например, такому режиссеру, замечательному одесситу по рождению, кстати, Аркадию Кассу. Больший главный режиссер Ричского театра сегодня в Москве, ему 85 лет. Это замечательный мастер, это Плеяда Товстоногова и Фроса и так далее. И когда я сказал, что такого артиста не только в Одессе, но и в России, как мне кажется, я просто не могу назвать, как школьник, он сказал да. Да, потому что это действительно замечательный мастер. Я снимаю шляпу, что в Одессе живет такое. Для меня большая честь работать и в этом театре, и с этим артистом. Вот. А все, что дальше вот по искусству, я надеюсь, это произойдет вот это вот чудо. Вот. Хотя, опять же, говорю, ни в чем не уверен, в искусстве нельзя быть ни в чем уверен. Конечно. Но в любом случае, 11 числа... Надеяться надо. Да. В 11 числа зрители могут пойти в русский театр, если еще есть билеты, я не знаю, вряд ли. Но попытаться можно и убедиться, чудо это или не чудо, простите меня. Если это чудо, то они попадут на самый его, я бы сказал, в самый его эпицентр. Потому что при первой спектакле, премьере, если это чудо, то потом впечатление на всю оставшуюся жизнь. Ну, можно я продолжу? Давайте. Значит, первый день, мы уже сказали, первый день вот будут вот такой официоз, померим официоза того, что получится. А вот вторая премьера, она вообще удивительная. Мы соединили великий праздник, всемирный праздник Божале с премьерой Олега Львовича Школьника. И у нас на двух этажах будет выставлено вино Гранд Вале, будет дегустация в честь юбиляра. Будут великолепные сыры, французские, итальянские. Это они специально сделали... Семен Анатольевич, как вы к этому относитесь? Нет, они сделали это специально, когда я уеду. А, вы уедете к этому? Понятно. Я там буду... Будут разыгрываться... Будут разыгрываться... Сыр у вас не подпустят. Вот, будут разыгрываться... Хорошо, может, там будет мышеловка. Будут разыгрываться всевозможные призы с подписью, бутылки с подписью Олега Школьника на память всем. Ну, и Олегу Львовичу, соответственно, будет большой красивый тоже подарок. Ну, просто это совпадение так произошло. Бужеле. У меня в памяти возникает ситуация, которая связана с бужеле. Ну, бужеле, прямо скажу, по моему глубокому убеждению, очень плохое вино, которое продается один раз в году. На несколько дней его успеваешь выбить. Правда, потом его нет. Вот эти два дня, оно существует. Так его назвали же всемирный праздник виноделия всего. Да. Потому что был не только бужеле, а еще пробовали хорошие вино. Возможно. Это, как правило, два дня, буквально два-три дня или неделя. 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 И бужеле исчезает из природы до следующего года. Да, все, что на халяву, быстро исчезает. Да, да, да. До следующего года, ну, бог с ним. Но я знаю и слышал где-то, или читал, что бужеле продолжится в некой акции, которая называется «Светский салон». Это театральное зрелище? Это театр принимает в этом тоже участие. Дело в том, что мы уже попробовали провести один светский салон. Это было в ресторане «Челлини». Очень много было партнеров. Это было очень красиво. Кстати, огромное пришло красивых людей. По-настоящему красивых. Не только внешне, а и внутренне. С которыми приятно было разговаривать. Там тоже это. А в данный момент это будет 22-го числа. Ресторан лондонский. Уровень поднимаем повыше. Блестящие партнеры. Знаете? Монблан. В общем, достаточно много всех. И тот же вино «Гранд Валей». Вы рекламой пытаетесь заняться, так я понимаю. Абсолютно. Сейчас нет? Сейчас нет. Я просто рассказываю, что будет. Будут какие-то красивые выставки, красивые... Вообще, я скажу, что это же не прибыльное мероприятие. Нет, ну это идея «Светского салона». Это театральные идеи? Ну, театр приложил руку к этому. Потому что было бы странно, если бы это не имело отношения к некому продолжению театральной жизни. Все серьезно приложил руку к этому. Все начиналось с учебы, актерского мастерства. А потом это переросло дополнительно еще в одну такую фишку. Провести «Светский салон». Понравилось. А раз людям понравилось, надо продолжать. И это будет каждый раз в каком-то месте. Понятно. Каждый раз у кого-то в гостях. И каждый раз что-то будет разыгрываться и что-то показываться. Понимаете? Вот в прошлый раз Олег Львович был у нас одним из основных гостей. Так же, как и Саша Поволодский. Понимаете? То есть, прекрасные люди, прекрасные актеры. Понятно. И существует некая такая программа, которая позволяет театральная, музыкальная и так далее. Не можем же мы замыкаться только сугубо в театре. Нам надо расширять немного. Ну, немножко сумасшедший дом. Похоже. Но, наверное, сумасшедший дом и должен существовать в нашей жизни. Иначе, я имею в виду в хорошем смысле сумасшедший дом. Иначе нам будет всем очень скучно жить. Хорошо. Спектакль, премьера, школьник. Но заканчивается не театральный год, а просто год. Что дальше? Разноцветный Новый год. Вот так называется спектакль, который будет на сцене русского театра для детей. И опять, как всегда, человек 60-70 на сцене действующих лиц. Я имею в виду с танцевальными коллективами. Опять будет огромное какое-то представление. Но раньше это называлось «Утренники», а теперь это называется «Спектакль». Это «Новогодние спектакли». Новогодние спектакли. Нет, то, что выходит с бородой из ваты, это само собой. Понятно. То, что дети вечно… Можно я похвастаюсь? Да. Вот сколько было сделано у нас на сцене. По-моему, до сих пор ты только этим занимался. Ну, не важно. Давай. Ну, а что мне остается? Это правда. И это правильно. Ну, вы же правильно. Да, правильно. Вот. И у меня всегда… У нас в театре всегда хорошие спектакли детские. И родители выходят с преподавателями и говорят, почему у вас попадает так, что у вас один из самых красивых, самых счастливых детских. Ну, потому что мы любим детей. Вот и все. Ну, что ж, спасибо большое. Еще раз, еще раз напоминаю телезрителям, что 11 и 2 когда? 26. И 26 ноября в Одесском академическом, русском, я никак не могу запомнить, русском драматическом театре, я забыл фамилию, как это был, Иванова. Никто не знал, кто это такое. В результате выяснилось, что так никто не узнал, кто это Иванов был. А, председатель ГУБ исполкома. Оказывается, это председатель ГУБ исполкома, который имел отношение к Катору, абсолютно никакого. Ну вот, и теперь он без Иванова. Когда он умер, так, уже когда он умер, в честь его назвали русский театр, улицу Иванова, завод имени Иванова, клуб имени Иванова, что-то еще, по-моему, колхоз имени Иванова. Понятно. Ну что же, и все это, к сожалению, уже нет. Вот, Иванова, я не знаю ли, к сожалению, а можете правильно? Да. Потому что он не имел никакого отношения. Ни к театру, ни к улице, ни к колхозу, ни к заводу, ни к чему не имел отношения. Итак, в русском драматическом театре «Не Иванова» 11 и 26 ноября премьера спектакля с Олегом Школьником по пьесе Семена Злотникова и его же постановки, которая называется «Страсть». Я думаю, что это должно быть интересным театральным явлением не только в нашем городе. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы прервали репетиции и пришли. Это вот действительно прервали? Да, прервали репетиции. По дороге я ехал. Спасибо за то, что... Сколько я выслушал. Спасибо за то, что вы принимаете активное участие в театральной жизни и вообще в культурной, я бы сказал, жизни нашего, культурное плохое слово, в духовной жизни нашего любимого города. Вот так. Спасибо. Закончу с вашего разрешения. Спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо вам, Александр Евгеньевич. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!